Для приготовления нам понадобится желатин, желатин у меня уже остворенный, приготовленный, сливки и творожный сыр, также печенье, пачка сливочного масла и 1 плитка шоколада казахстанского. 400 грамм творожного сыра смешиваем с 400 граммами сливок, сливки должны быть 33% жирности. Добавляем сахарную пудру по вкусу. Если любите послаще, то, конечно же, сахарную пудру можете добавить побольше. Я добавила 50 грамм. Добавляем 1 столовую ложку лимонного сока. Добавляем 1 столовую ложку лимонного сока. Добавляем желатин, заранее разогретый. Ни в коем случае желатин не доводить до кипения. Его достаточно подогреть в микроволновке. Я обычно ставлю на 1 минуту. Я очень люблю кокос. И, конечно же, даже в такой чизкейк, если добавить кокосовой стружки, то получается нежнейший вкус. Ну, а теперь мы готовим нижний слой. Можно приготовить бисквит. Ну, а я люблю нижний слой из печенья. Я взяла шоколадное печенье. 400 грамм печенья на 200 грамм сливочного масла. Печенье я измельчила в блендере в крошку. Добавила масло. И вот наш кожа готов. Печенье я измельчила в блендере в кипениях. На низ формы желательно положить пергаментный лист. В верхние бока я закрыла пищевой пленкой. Но, в принципе, и без них. Вы всегда можете ножом отрезать чизкейк. И он очень даже хорошо отойдет от формы. Теперь высыпаем мы наше песочное тесто. Обязательно утрамбовываем стаканом. И убираем в холодильник. Ну, а теперь вытаскиваем нашу форму с холодильника. И уже можно укладывать слой сливочно-кокосового чизкейка. Убираем в холодильник. И пока у нас будет застывать второй слой, мы начинаем готовить третий. Для этого нам понадобится плитка казахстанского шоколада. Вы, конечно, можете взять любой другой шоколад, но казахстанский самый вкусный. И он продается во всем мире. Музыка 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 Теперь мы берем молоко на 200 г шоколада 100 мг молока. Музыка Ставим микроволновку на 30 секунд. Музыка Теперь все перемешиваем. И добавляем желатин. Музыка 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 Как только шоколад остынет, можно выливать на наш чизкейк и это получится третий слой. Убираем в холодильник до полного застывания. Ну вот и прошел один час, а для вас один миг и наш торт готов. Теперь мы отделяем от формы и можем украшать, подавать к столу. Это очень вкусно и очень просто. Я украшаю шоколадную крошку, вы конечно можете по желанию, можно даже кокосовой стружкой украсить. Тоже будет очень красиво и главное очень вкусно. Музыка Сверху украшаем кокосовой стружкой. Музыка 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 Моя семья очень любит такие десерты. Попробуйте, это очень вкусно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо за подписку, спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр.